Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. В Южном городе в поликлинике Юг-2 развернули ковидный госпиталь. Пациентов на это время переведут в поликлинику Юг-1. Пришел на фудкорт без взрослых, плати штраф. В Самаре составили 26 протоколов в отношении родителей, чьи дети были замечены в торговых центрах. Почти 250 миллионов рублей направят на поддержку транспортного комплекса региона. Из-за пандемии пассажиропоток снизился на 30%. В Самарской области выросло число заболевших коронавирусом. По данным официальной статистики, в регионе прибавилось еще 183 случая заражения COVID-19 за сутки. В общей сложности с начала пандемии число заболевших 16 514. Справились с опасным вирусом 14 062 человека, из которых 421 за минувшие 24 часа. Количество летальных случаев за сутки 7. Всего за время пандемии болезнь не смогли побороть 285 инфицированных жителей. В Южном городе в поликлинике Юг-2 развернули ковидный госпиталь. Об этом сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян. По его словам, это непростое решение, но оно продиктовано в первую очередь необходимостью и заботой о пациентах с коронавирусной инфекцией. Пациентов из поликлиники Юг-2 переведут в поликлинику Юг-1. Сейчас прорабатывается вопрос транспортной доступности больницы. В течение ближайших двух недель поликлинику Юг-2 планируют оснастить и привести в соответствие с основными требованиями, которые предъявляются к ковидным госпиталям. Самарцам, которые лечатся дома, будут бесплатно доставлять лекарства для борьбы с коронавирусной инфекцией. Это случится после того, как регион получит федеральные средства на закупку медикаментов для лечения пациентов с COVID-19 на амбулаторном этапе. Об этом заявил глава информационного центра регионального штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции Николай Ренц. Напомню, что правительство России выделило 5 миллиардов рублей регионам на эти цели. Кроме того, стал известен список лабораторий, которые берут анализы у граждан с подозрением на коронавирус. Мазок из носоглотки принимают 18 медицинских учреждений. Среди них как государственные клиники, так и частные лаборатории, специализирующиеся на проведении анализов. Их перечень указан на экране. Особое внимание торговым и офисным центрам. В администрации Самары прошло заседание городского штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Главе города Елене Лапушкиной доложили о контроле за состоянием амбулаторных больных, о проверках соблюдения требований Роспотребнадзора на объектах потребительского рынка, предприятиях и в общественном транспорте. Также обсуждали, чем занять детей во время внеплановых каникул. Андрей Горгуленко продолжит тему. За прошедшую неделю были составлены 26 административных протоколов на родителей несовершеннолетних, которых полицейские и представители районных администраций встретили на фудкортах. Напомним, губернатор Самарской области подписал постановление, по которому детям до 18 лет не разрешается находиться в торговых центрах без сопровождения взрослых. Это сделано для того, чтобы школьники в период внеплановых каникул не собирались большими компаниями в закрытых помещениях. Чтобы у ребят и не было такого соблазна, профильными городскими департаментами подготовлены большое количество учебных и развлекательных занятий. Их обсудили на заседании городского штаба по противодействию распространению коронавируса. Для того, чтобы у детей было все-таки каникулярное время, чтобы они почувствовали себя отдохнувшим, мы стараемся максимально занять их досуг, сделать это, как мы уже привыкли в марте месяце, через онлайн мероприятия и достаточно интересные мероприятия проводить и департаментом образования, и департаментом культуры. Я думаю, дети найдут себе занятия и не находясь в торговых центрах. На заседании районные власти доложили главе города о системной работе по контролю за соблюдением режима самоизоляции амбулаторными больными. Сейчас их в городе почти две с половиной тысячи. Кроме того, представители районов проверяют соблюдение требований Роспотребнадзора на объектах потребительского рынка. За повторные их нарушения торговым точкам грозит временное закрытие. Сейчас в суд направлено 14 таких материалов. Также проверяют работу предприятий и офисных центров. Глава города Елена Лапушкина напомнила, что контролировать нужно не только масочный режим, но и организацию термометрии на входе, мест для приема пищи и наличие обеззараживателей воздуха в рабочих помещениях. Мы проверяем на предприятиях и в офисных центрах не только масочный режим. И именно сейчас наши усилия должны быть направлены на эти торговые центры и на предприятия. Обращайте на это внимание. И своих сотрудников настраивайте. Пусть еще раз прочитают требования Роспотребнадзора, идут уже во всеоружие и проверяют. Продолжается и контроль масочного режима в общественном транспорте. Только за октябрь к поездке в метро недопущены почти 1700 человек. Из наземного транспорта высадили 322 пассажира без масок. В суд направлено 49 административных протоколов. Но, как отмечает руководитель департамента Сергей Маркин, пассажиры, которые не имеют средств индивидуальной защиты, стали редкостью. В настоящий момент констатируем, что ответственность у наших пассажиров значительно повысилась. Практически все пассажиры осуществляют поездки в масках. У нас бывают рейды. Мы их продолжаем ежедневно, включая в субботу и воскресенье. Бывают дни, когда мы не высаживаем ни одного пассажира и не привлекаем ни одного человека за нарушение масочного режима. Но работу в данном направлении мы продолжаем. На заседании штаба обсудили и вопрос предоставления служебного транспорта медицинским организациям. Глава города поручила проработать изменения графика водителей, поскольку врачи просят, чтобы машины были доступны с 8 утра и до 20 часов вечера. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Транспортная отрасль оказалась в числе наиболее пострадавших от пандемии. Предприятия несут большие убытки. Максимальное падение выручки из-за снижения пассажиропотока самарские транспортные компании зафиксировали в марте. Тогда транспорт перевез на 70%, меньше пассажиров, чем предполагалось. Виной тому самоизоляция и ограничительные меры. Но и сегодня уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе не снижается. Жителям рекомендуют реже посещать места массового скопления людей. Как следствие, падает пассажиропоток в общественном транспорте. Какие меры поддержки планируют оказать пострадавшей отрасли, расскажем в следующем сюжете. Пассажиропоток в самарском общественном транспорте снижается. Сейчас по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он упал на 30%. Многие работники переходят на удаленку. Школьники на каникулах старше поколение стараются оставаться дома и меньше пользуются городским пассажирским транспортом. Убытки терпят все предприятия этой сферы. При этом на линию выходит весь необходимый подвижной состав. Чтобы сохранить график движения, обеспечить социальное дистанцирование в салонах, а следовательно снизить риск заражения вирусными инфекциями. Сбоев в работе городского транспорта не происходит, и это оценили пассажиры. Я вообще-то практически не езжу, потому что я на пенсии раз, и стараюсь как поменьше, ну, куда-то выходить. Мы обычно выходим на рынок или в магазин. Несколько лет тому назад я ездила на работу в 10-й микрорайон, ездила вот 37-й автобус, как ласточка летает. Мне очень нравится этот автобус. И вообще ездят по времени они, мне нравятся. Я, в общем-то, днем езжу, крайне редко утром, очень даже не все, и всегда и сядешь, и все. А тем временем выручка пассажирских компаний падает. По последним расчетам городского департамента транспорта с марта транспортные предприятия и компании недополучили в общей сложности около полумиллиарда рублей. И это только с учетом тех средств, которые платят наличным расчетом. Примерно 60% пассажиров – льготники, пенсионеры, школьники, студенты, которые ездят по социальным картам. Именно этот сегмент сейчас и теряют из-за ограничительных мер. Мы в настоящий момент везем примерно порядка 70% пассажиропотока от аналогичного периода прошлого года. Если в 2019 году в этот период мы везли порядка 280-285 тысяч пассажиров, то сейчас мы везем примерно 190, но около 200 тысяч пассажиров. Для нас это очень серьезно. Естественно, мы понимаем, что выручки транспортным предприятиям от оперативной деятельности не хватает. Только Самарское трамвайно-троллейбусное управление за 9 месяцев этого года недополучило около 380 миллионов рублей. И это при том, что с начала ограничительных мер в ТТУ полностью сохранили коллектив и продолжают выпускать на линии около 300 трамваев и 120 троллейбусов. Все они проходят усиленную санобработку. На дезинфицирующие средства, маски и перчатки предприятие потратило уже более 1 миллиона рублей. Кроме того, транспорт продолжают оснащать валидаторами, чтобы сократить тактильные контакты пассажиров и упростить процедуру оплаты. Уже в этом году уже закупили еще дополнительную партию валидаторов, которая будет установлена в 20-м и 22-м маршруте. Города контракты у нас уже заключены. Когда поставка ожидается? Поставку мы ожидаем в середине декабря. С наступлением холодов транспортные предприятия включают отопление в салонах трамваев, троллейбусов и автобусов, а значит увеличатся затраты на электроэнергию. В летние месяцы стоимость отопления, стоимость электричества в месяц для нас была составляла порядка 18-20 миллионов рублей. То когда мы включаем отопление, стоимость вырастает в месяц 35-38 миллионов. Вот и считайте, при падении пассажир потоки, то есть эти деньги их нужно как-то взять. И дополнительно еще хотелось бы отметить, что у нас уже мы, конечно, получили рассрочку по налогам, по сборам, но отсрочка была дана сроком на 6 месяцев. Сейчас она у нас закончилась. И с октября мы вынуждены опять начать платить налоги и сборы. Поэтому, конечно, мы тоже рассчитываем на помощь областного правительства, на помощь городских властей. Помощь она нам нужна, и мы без них однозначно не справимся. Сегодня власти принимают все меры, чтобы помочь в сфере пассажирских перевозок. На поддержку транспортного комплекса из областного бюджета направят 242 миллиона рублей. Отметим общий объем средств, которые регион выделяет для поддержки всех пострадавших отраслей экономики, более 2 миллиардов рублей. Свою лепту могут внести и жители. Все, что требуется – своевременно оплачивать проезд и носить защитные маски, чтобы как можно быстрее справиться с коронавирусной угрозой. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События. Благоустройство на месте плановой замены теплотрассы на улицах Печорской и Алексея Толстого будет полностью восстановлено до 5 ноября. Подрядчикам поручили активизировать работы. На объектах они будут продолжаться, несмотря на грядущий праздничный выходной день. Таковы были изначально обозначенные сроки. Подрядчики намерены их выдержать. Что же касается других участков, где перекладки были выполнены по программе перехода Самары на принцип альтернативной котельной, все ремонтные работы завершены. На всех точках уже началось благоустройство. В этом году в Самаре заменили рекордное количество теплотрасс в общей сложности – более 20 километров. Во всех кварталах, куда проложена новая труба, отопление уже подключили по постоянной схеме. Сегодня на всех приступили этих объектов заделки вскрытия, но пока идет это завоз песка, там где восстановление газона и проливка. Срок во всех протоколах 15 ноября. Риск того, что падение российской валюты продолжится велик. Российские родители смогут использовать материнский капитал в качестве взноса по сельской ипотеке. Спрос на российские гостиницы в регионах в октябре вырос до рекордных показателей. Обо всем подробнее расскажем в нашей рубрике «Новости экономики». Здравствуйте! Вы смотрите «Новости экономики». Расскажу о них я, Виктория Шаре. Во вторник, 3 ноября, курс доллара вырос на 1,24% и составил 80,57 рубля. Курс евро поднялся на 1,13% и достиг отметки в 93,76 рубля. Такие данные опубликовали на сайте Центробанка России. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2020 года на бирже в Лондоне выросла на 1,71%, до 37,97 долларов за баррель. Риск того, что падение российской валюты продолжится велик. По мнению экономистов, дальнейшее развитие событий на финансовом рынке напрямую зависит от исхода президентских выборов в США. Очередное резкое пикирование. В первую очередь, реакция на снижение нефтяных котировок, вернувшихся к уровню конца мая. Аналитики указывают, рубль выглядит излишне перепроданным, торгуюсь у многолетних минимумов. Это значит, что рынки уже заложили в котировки весь негатив. Нельзя исключать, что часть спекулянтов попытается разогреть котировки вплоть до 100 рублей за евро и 86 за доллар. Таким образом, после выборов российская валюта может достаточно быстро отскочить обратно. С другой стороны, в случае дальнейшего снижения нефтяных цен и жестких антироссийских санкций, нового ослабления не избежать. Трамп, если победит, продолжит расширять нефтегазовый сектор, и нефтяные котировки пойдут вверх. Это выгодно России. Тогда, вероятно, рубль до конца года останется в текущем коридоре. Но многие уверены, что победит Байден. А это реальная угроза санкций против российского госдолга, облигации федерального займа. Кроме того, Байден, возможно, снимет санкции с Ирана. Персидская нефть на рынке и снижение спроса на сырье обрушит бренд до 20-25 долларов за баррель. Однако победа Байдена – базовый сценарий. Значит, давление на рубль может и не увеличиться. А вот почти невероятный выигрыш Трампа резко развернет рынок и опустит пару доллар-рубль ниже 75 за считанные дни. При любом варианте рубль укрепится. Но при победе республиканца быстрее, уверены аналитики. В России подготовлено постановление, согласно которому родители смогут использовать материнский капитал в качестве взноса по сельской ипотеке. Об этом заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. По его словам, Кабмин планирует уточнить правила предоставления субсидий, на основании которых работает сельская ипотека. Он отметил, что банки зачастую отказывали заемщикам, ссылаясь на то, что использование материнского капитала правилами не предусмотрено. Теперь людям будет проще оформить кредит на покупку или строительство жилья, пояснил Мишустин. Как заметил премьер, программа сельской ипотеки стала очень востребованной. Благодаря ей можно получить кредит по льготной ставке до 3%, чтобы построить себе дом или приобрести другое жилье в сельской местности. Спрос на российские гостиницы в регионах поднялся до рекордных показателей в октябре 2020 года. Такого не было даже во время Чемпионата мира по футболу. Около 350 миллионов рублей потратили российские граждане на гостиницы страны за три недели октября. Это на 40% больше, чем двумя годами ранее, когда в России проходил Мундиаль. Из вышеуказанной суммы более 180 миллионов рублей было оставлено россиянами в отелях Сочи, что на 66% больше, чем в 2018 году. Общие данные приводятся без учета Москвы. Среди оставшихся городов самый резкий рост зафиксирован в Калининграде, где оборот гостиничного сектора этой осенью вырос на 30%. В Санкт-Петербурге гостиницам туристы отдали более 100 миллионов рублей, что превышает показатели периода Чемпионата мира на 7%. Однако северная столица была в то время самой гостеприимной. Приток футбольных болельщиков там был несколько больше, чем в других городах России. Это были новости экономики. Берегите ваши финансы. 80 лет назад Куйбышев оказался одним из трех городов страны, помимо Москвы и Воронежа, где состоялся военный парад. Оттуда участники и вся техника отправлялись прямиком на фронт. Однако демонстрация военной мощи в запасной столице была самой масштабной. Именно в Куйбышеве состоялся единственный за все военные годы воздушный парад, когда над площадью пролетели более 700 бомбардировщиков нового типа. Впервые парад памяти до мельчайших деталей был воссоздан в Самаре 10 лет назад. И хотя в этом году его проведут онлайн, жители губерния продолжают чтить память ветеранов и тех, кто не вернулся с фронта. В первые месяцы войны в запасную столицу были массово эвакуированы промышленные предприятия, иностранные посольства, журналисты ТАСС и руководители главных советских и зарубежных газет. Бесперебойная связь с Москвой и фронтом, с заводами и органами власти осуществлялась именно из Куйбышева. О героическом подвиге связистов и голосе эпохи военного времени Юрия Левитани из здания Советского информбюро. Репортаж Ольги Павловой. Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. На самом же деле первое объявление о войне зачитал министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов, а Левитан лишь повторил его спустя несколько часов. По свидетельству очевидцев, сердце юного радиста бешено колотилось, душили гнев, ненависть и волнение за судьбу Родины, за мир и спокойствие всех, кто был ему так дорог. Цех за цехом, дом за домом. Очищали наши войска от гитлеровцев. Уничтожали последние очаги сопротивления. В первые месяцы войны Куйбышев получил статус запасной столицы. Сюда стянули связистов со всей страны, в том числе иностранные посольства, журналистов ТАСС, редакторов главных советских и зарубежных газет. Огромное помещение на Красноармейской, 17, выделили под жилье. Здание было построено из кирпичей взорванного кафедрального собора, который находился на месте театра, оперы и балета. Когда дом связи строили, предполагалось, что он будет состоять из четырех корпусов. К началу войны возвели три из них. Четвертый радиодом построить не успели. Архитекторы хотели оформить его красиво в виде конструкции цилиндрической формы. Планировали, что там будут показывать спектакли, кино, хранить в идиотеку Советского Союза. Именно здесь хотели разместить амфитеатр и концертный зал. Но не сложилось. Началась война. Во время войны в здании дома связи размещалась городская телефонная станция «Телеграф». Только в 1941 году было зафиксировано 1 миллион 100 тысяч междугородних телефонных разговоров. Это военно-полевой телефонный аппарат. Связь тянули проводом прямо на фронте. И соединялась она по проводам. Командир мог поддерживать, отдавать распоряжение подразделениям. Ну и также командующий фронтом отдавал распоряжение. Здесь сбоку ручка. Она крутится. Очень громкий сигнал. Работать в доме связи стремились все. Это было престижно. Людей привозили на помощь из Москвы. Было много эвакуированных связистов из Сталинграда и Киева. Еще в годы войны начали говорить о том, что из здания на Красноармейской 17 вещает сам Левитан. Левитана здесь не было никогда. Это городская легенда. Во всяком случае, вот в этом здании его совершенно точно не было. Доктор исторических наук профессор Александр Лепенецкий считает иначе. И предполагает, что Юрий Левитан был в Куйбышеве в годы Великой Отечественной войны. Очень много об этом говорят. Но вот, к сожалению, ни одного документа, подтверждающего, что Левитан был здесь, в Куйбышеве, нет. Но нет и ни одного документа, опровергающего, что Левитан был в Куйбышеве. Возможно, Левитан в годы войны действительно был в Куйбышеве. Но не в здании дома связи, как гласит городская легенда, а на радиоцентре имени Попова. Радиостанция создавалась близ поселка Новосемейкино как оборонительное сооружение и располагалась под землей. Глубина ямы была длиной в две пятиэтажки. Радиоцентр мог выдержать прямое попадание самой мощной авиабомбы. Сигнал оттуда подавался на мощнейший передатчик под кодовым названием «Объект номер 15». Когда-то вещание велось отсюда на весь мир. Нью-Йорк, Тегеран, Лондон, Владивосток, Хабаровск. Передатчики радиостанции отключили в 2005 году, а потом и вовсе демонтировали. Но место по-прежнему уникальное. В разгар чемпионата мира стадион Самара-Арена принял 248 тысяч человек. Во время войны Куйбышев был мощным информационным центром и столицей всех средств массовой информации. Здесь трудились журналисты главных советских и зарубежных изданий. Только после битвы на Курской дуге, когда окончательно определилась наша победа, иностранные представительства стали покидать наш город. Разъехались и телеграфисты. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года на прием поздравительных телеграмм персонал был мобилизован вновь. Дом связи снова окунулся в мирную жизнь. В ней было еще многое. Установка телевизионной антенны, которую позже сменила веб-камера, телефонная станция, телеграф, переговорный пункт и интернет-кафе. Сменяли друг друга словно под стук метронома, отсчитывающего часы, минуты, года. Ольга Павловна, Константин Головин, Григорий Плешаков. События. Более подробный и эксклюзивный спецрепортаж Ольги Павловой о жизни Советского информбюро в годы войны смотрите на телеканале «Самары ГИС» 4 ноября в 12 и в 20 часов. А в Самаре прошла лекция доктора исторических наук профессора Александра Репенецкого, посвященная историческому значению парада памяти 7 ноября 1941 года в Куйбышеве. Тогда масштабное шествие на самой большой площади в Европе произвело глубокое впечатление на дипломатов. Послушать исторические факты пришли студенты высших и средних учебных учреждений, а также Елена Малютина. Наибольшее впечатление произвел авиационный парад. Почему? Потому что фашистская пропаганда говорила о том, что нет у Красной армии авиации. Все погибло в первые дни войны. И тут вдруг военный парад. Профессор Александр Репенецкий развеивает многолетние легенды о первом параде, прошедшем в военном Куйбышеве, и сообщает много фактов, которые еще недавно хранились под грифом «Секретно». Например, первые договоренности по известному «Ленд-Лизу» – государственной программе, по которой Соединенные Штаты Америки поставляли союзникам боевые припасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства – начались после парада, прошедшего в Куйбышеве 7 ноября 1941 года. Масштабное шествие на самой большой площади в Европе произвело глубокое впечатление на дипломатов. Куйбышевский парад был не только самым мощным, полтора часа продолжался в то время, как 40-20 минут в других городах, но и показал всю мощь Красной Армии, а показал не только перед гражданами нашей страны, но и, главное, перед посольством, перед представителями иностранных держав, дабы на параде были все военные атташе посольств, которые были представлены в Советском Союзе. Естественно, это повлияло и на «Ленд-Лиз». На лекцию пришли студенты средних и высших учебных образовательных учреждений города. Многие после встречи уходили под впечатление. Мне очень интересно узнать все о параде 7 ноября, потому что мы в составе военно-учебного центра каждый год участвуем в параде. Я хочу прикоснуться к истории, хочу испытать эмоции, хочу узнать побольше о параде. Это наша история, и вне зависимости от того, что где ты учишься, все равно ты живешь, ты должен знать. Ну, а на лекции просто еще раз послушать, еще раз вспомнить, основные моменты, конечно, узнать. Это важно и для студентов не только третьего курса, но и первого, и вообще для всех. Такие встречи позволяют студентам и школьникам поглубже узнать историю запасной столицы в годы Великой Отечественной войны и международного патриотического проекта «Парад памяти», а также причины, по которым в Самаре присвоено звание «Город трудовой доблести». Напомним, идея проведения в Самаре парада памяти принадлежит губернатору Дмитрию Азарову. Еще 10 лет назад, когда он занимал должность главы города, в Самаре прошел первый парад памяти. В этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки шествия не будет, но для горожан подготовили много других праздничных событий. Оставаться в их центре поможет телеканал «Самара ГИС». Мы регулярно проводим онлайн-трансляции в социальных сетях и мобильном приложении. Например, лекция Репенецкого уже доступна в группе ВКонтакте. Елена Малютина, Сергей Баскин, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Заходите на наш официальный сайт и на наши страницы в социальных сетях. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Всего вам самого доброго. Субтитры подогнал «Симон»!